Всем привет, с вами Андрей Вар. Ну что, баги на боевых кораблях просто не прекращаются. Помните, два сезона назад был супер-мега-непробиваемый челик, я про него снимал два видоса. И что я могу вам сказать, на этом сезоне снова появляется такой же челик, которого невозможно пробить. А всё почему? Потому что у него куча непонятного защитного сооружения с предыдущих сезонов, с этого сезона. Как у него это появляется, откуда они появляются, почему разработчики это не фиксят, почему они нормально не могут следить за балансом, либо они действительно дают вот таким челикам, вот как этот чел, Лен Рок, непонятный буст, и они вот реально эти челики портят другим статистику. Они убивают винстрики, они убивают нормальный винрейт, вот за таких. Давайте я вам покажу просто, чтобы вы понимали, о чём я говорю. Два машинных отделения, что это, какие ружки, какие шоковые установки, какие лучи, какие шоковые мины, йоу, камон, блин, что это? И это было то же самое два сезона назад. Был челик с двумя машинными отделениями, потом у него три машины ходили, у него просто стало супер-мега много защитных сооружений, потом ещё, ещё, потом его забанили на каком-то там, по-моему, на пятом двигле, или там уже в самом-самом конце его забанили. Но блин, он столько винстриков людям попортил, что это просто жесть. Смотрите по статистике, 50, 50, 50, 100. Что? Что с этим делать? Его же не пробить, особенно на двух... Да я его на трёх машинных отделениях не пробью. То есть, ну, есть... Да никак, блин, да никак. Я просто сидел, думал, может, как там, типа, с этой аккуратно зайти достать, потом с этой... Никак. Ну, сильно много рушек, сильно много дефа, сильно всего много. То есть, мои бомбардиры без нормальной хп, без нормальной атаки не пробьются просто туда. То есть, попытаться, конечно, можно было, но не пробьются. И, соответственно, вот и за счёт таких багов непонятных реально очень сильно теряется интерес к игре. Я на него не нападал. Я на него не нападал. Но огромнейшее спасибо подписчику. Он мне сбросил два своих повтора, как он оттачил эту базу и как его чел оттачил. И вам эти повторы очень сильно понравятся, потому что не только деф у него есть. Вот вы сейчас увидите, не только деф у него есть. И мы потом вернёмся к его базе и вернёмся к дереву прокачки. Давайте сейчас я вам покажу. Сразу же приношу извинения за качество, потому что здесь я просто это видос скачаный в ВК. Соответственно, качество здесь, ну, такое себе. Смотрите, он сидит на четырёх машинных отделениях. Двадцатый ранг. И у него уже есть прототип. Но у него мало того, что есть прототип, у него есть артериэля. У него есть уже критеры. То есть, соответственно, за счёт этого ему хотя бы немножечко, чуть легче. Он на четырёх машинных отделениях. Давайте смотреть, как он оттачил. Он проиграл, при том, что он смог его снести. То есть, смог снести вот эти два машинных отделения. То есть, у меня нет возможности за счёт того, что у меня нет канонерки. У него есть и обстрел, он может тратить эту канонерку. Плюс у него есть, смотрите, критеры. И с помощью этих критеров, с помощью этой артиллерии он смог кое-как пробиться к этим двум машинным отделениям. Но он всё равно проиграл, потому что этот Ленрок снёс его буквально за 33 секунды 4. Все его 4 машинных отделения. Хотите увидеть, как он это сделал? Потому что я просто тупо в шоке. Это насколько баги максимально развитые. Насколько баги реально разрослись. Смотрите. База Sky Russo. Сейчас он покажет, как его сносил оппонент. Как его сносил Ленрок. Бомбардиры? Нет. Какие-нибудь солдатики? Горы? Нет. У него вертолёты! У него вертолёты! Плюс артиллерия, плюс обстрел, наверное, есть. У него всё есть. Откуда? Переносимся назад в игру. Давайте посмотрим, где на линии прокачки есть вертолёты. Ну, чтобы вы понимали, где на линии прокачки есть вертолёты. На линии прокачки вообще вертолётов нет. Не зря этот сезон называется Заземление. Они, разработчики, в своём инстаграм показали, что здесь не будет ни одного воздушного юнита. То есть, никаких тяжёлых вертолётов, никаких ракетных вертолётов. Ничего в данном сезоне не будет. Соответственно, по дереву прокачки нет. Когда прошлый челик был, все гадали, типа, откуда, откуда, откуда у него, ну, так много защитных сооружений. Вполне возможно, это даже не в этом сезоне он играет. Такое ощущение, что он играет с нами с предыдущего сезона. То есть, он на предыдущем сезоне что-то там прокачал, не прокачал, может, играл, не играл в предыдущий сезон. И он играет сейчас с предыдущей растой, то есть, с предыдущей веткой. Вот что у него было на прошлом сезоне, он сейчас с тем и играет. Ну, это прям максимальный шок. Ладно, если бы он, ну, то есть, как бы в этом сезоне как-то багнул и там продвигался, продвигался, продвигался. Так нет, у него багнутый, просто максимально багнутый вот этот корабль боевой И, соответственно, максимально багнутое дерево прокачки И именно с помощью этого багнутого дерева прокачки он сейчас поднимается все выше и выше Да, на четырех машинных отделениях Skyroos показал, что можно его сносить То есть шоки, здесь буквально обстрел, обстрел, обстрел Сюда критеры, грубо говоря, ну и они сносят эту базу На трех машинных отделениях у меня, понятное дело, такого ничего нет На двух машинных отделениях у людей даже фитиля нормального нет Поэтому там вообще без вариантов А он с двумя машинными отделениями неплохо так поднимается в топчики А самое классное, знаете, что ему подтягивает противников по максимально с двумя машинными отделениями Потом начинает подкидываться с тремя машинными отделениями Только потом начинает подкидывать с четырьмя машинными отделениями То есть если есть какой-нибудь супер-мега с двумя машинными отделениями, он ему подкинется А с двумя машинными отделениями что ты сделаешь без фитиля? Потому что фитиль появляется только на третьем машинном отделении Ну и только на четвертом уже здесь появляется Смотрите, он насколько далеко Уже прошел, то есть вот это уже есть И вот это уже есть Он уже практически на пяти машинных отделениях При том, что он еще утром бросал мне этот рип Этот повторчик, офигеть То есть я еще буквально сюда только сегодня Сейчас выйду, а он уже здесь Он уже вот подтаптывается к пяти машинным отделениям Реально нормально Короче, вот такие баги подъехали Как всегда, разработчики не стараются ничего сделать Не, возможно они стараются Возможно это какие-то тестовые аккаунты, хрен его знает Вдруг если вы сидите с ним Или знаете, как к нему достучаться Вообще бы я с удовольствием с ним пообщался Как он это делает, чтобы я вообще снял видос И вообще следующий сезон точно так же попробовал Поиграть, например, с этой растой Но против следующего сезона, когда у меня уже Будет все открыто, я смогу выставлять Все защитное сооружение, абсолютно все на базу Поэтому как-то так Вот собственно такой максимально полно Вам осветил этот баг По поводу того, что это не просто вот наше дерево Прокачки, а еще и вертолеты есть Поэтому получается это с предыдущего сезона Все подтягивается И люди как-то таким образом играют Возможно не только он один Но пока именно он вышел в топ Потому что я смотрел других челиков Там как бы, ну таких нет То есть грубо говоря топ-1 мира Он играет нормально Он играет с нормальной растой В четыре машинных отделения Но просто идет выше То есть он не зря занимает топ-5 Три Топ-1 Ну сюда Ну ни разу не был здесь Ни разу не был здесь Ну он просто нормально играет Соответственно не читерит Его забанит Вот этого Линрока забанит Но когда это будет Еще не понятно Короче вот такой видос у меня сегодня получился Если он Вам понравился И Вы офигели Конечно от вертолетов Тех же я реально от вертолетов Я просто офигел То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комменты Ну а с Вами был как всегда Андрей Вар Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok